Пишем тренировку, ну некоторые возможные упражнения. Ну давай действую, я не знаю. Итак, здесь я качал бицепс и бедра, здесь же, ну разумеется, качаем и икры, в том упражнении бицепс и бедра, где я показывал вам. Только вот только что у меня благо позволяет тренажер так выполнять это упражнение. Хотел его продать, но пока возможно, ну надобности нету продавать. Здесь, значит, могу поменять хват тяга штанги к подбородку, да, на плечи. Бывает неудобно, из-за этого могу поменять хват, ну как бы тяга штанги к подбородку, да и в принципе она и в Африке, тяга штанги к подбородку. Здесь же, видите, я могу прокачать также предплечье, да, вот можно видеть спереди, да, то есть могу спереди штангу, да, держать и прокачать также предплечье, тоже в принципе удобно мне. также могу, значит, разумеется, и как я вам показывал, да, в каких-то видеороликах, вот, то есть это на плечи, да, на дельты, да, упражнения. Также сейчас я продемонстрирую, как тоже можно прокачать предплечье, то есть если будет штанга сзади вас, да. Ну, популярное такое упражнение, в принципе, на моем канале, да, вы не раз, наверное, видели. Предплечье я тоже начал уже, как бы, активно их прокачивать, да, в каждой тренировке, раньше у меня такого, в принципе, особо не было, но я понял, что предплечье у меня отстают. Ну, традиционная тяга штанги на бицепс, да, ничего, как бы, по технике, в принципе, сказать не могу, да, ну, в обычный подъем и штанги на бицепс, да, главное, не знаю, чтобы спинка ровная была, да, и все. Здесь же я суперсетом пошел делать, значит, упражнения брусья, да, отжимания на брусьях, несколько ракурсов, ну, обычные отжимания на брусья, да, в полную амплитуду. Я всегда делаю в полную амплитуду, да, в 99% упражнений. Здесь это просто ручка от какого-то ведра бывает, когда руки чешутся, да, могу вот так что-нибудь посогинать металл, да, в принципе, она такая, не сказать, что прям мягкая, да, с усилием нужно его скручивать. Перед вами, значит, я демонстрирую, как завязываю я дополнительный вес, я дополнительный вес не считаю, сколько у меня там, сколько блин весит, да, а просто накидываю, ну, и в этом случае я прокачиваю также икры уже с дополнительным весом. вот такие вот дела, ребят. Ну, тоже икры, в принципе, отстают, да, но его, в принципе, их частенько качаю, но все равно, как бы они у меня хоть и как-то и появились. здесь вы знаете, наверное, знакомы уже с вот этой вот самодельной, да, ручкой для турника, ну, и демонстрирую, как можно подтягиваться, да. После этого могу я также забить предплечье, мои руки в целом, да, а еще и спину захватить. Это, вот, менять хваты на турнике, да, не слезая с турника, то есть, не касаясь земли, сразу могу поменять хваты, неплохо, да, я чувствую там и предплечье тоже. Таким образом, я тоже могу прокачать дополнительно предплечье, ну, еще спину и руки. Ну, что, друзья, вот такие вот упражнения у меня. Некоторые моменты стренировок, ну, в данном конкретном случае с тренировки я, значит, показал. Также бывает, могу какие-то упражнения делать, да, новые, но это очень редко, да, в смысле, возможно, они, когда-то я их делал, да, возможно, они старые, но имею в виду моих тренировках, да, по которым я занимался раньше, могу их добавить, да. Ну, в общем, такие какие-то вот бывают, но это очень редко, в основном у меня одни и те же упражнения. Упражнения я не расписываю на дневниках там и так далее. То есть у меня абсолютно рандомно это как-то все, да, какое я захочу упражнения сделать, такое я делаю. что еще сказать-то, я не знаю, ребят. В принципе, по тренировкам, наверное, все. В технику углубляться я, наверное, не буду, там и так все ясно, да, у меня как бы простые упражнения, что рассказывать. Ну, тяга же, ой, тяга, говорю, ну, тяга штанги к подбородку, это, мне кажется, уже нужно ощущать самим. Можно, наверное, видео сделать, да, о технике, но, в принципе, там и так понятно, да. А потом, что еще, подъемы штанги на бицепсы тоже, да, главное держать ровно именно поясницу, да, потому что у вас вес, не забывайте, да, на руках. Когда вам опускаете этот вес перед собой вниз, разумеется, идет, да, уже корпус может, не дай бог, этот вес может ваш торс, да, ваш корпус, вы можете, короче, с весом вместе упасть, да, или как-то не так, да, можете опустить штангу, любой какой-то другой вес, да, отягощение, можете, в принципе, травмировать спину, да, ну, поясницу. Ну, если у вас, конечно, будет запредельный вес вашей возможности. Ну, что еще там, ну, по примеру, по икрам и так понятно, да, все, как прокачивать их, вы видели наглядно. Тренажер, который вы, Лиза, зрели, значит, в начале этого видеоролика, да, потрясающий, конечно, тренажер, да, я его хотел продать, в принципе, наверное, так и сделаю потом, когда буду переезжать от родителей, ну, не знаю, тогда я выставлял на объявление, что тоже тяжело у меня продаются вещи, и, ну, может, они хотят подешевле как-то, я не знаю, или что, в общем, он прекрасный тренажер, ну, особенно я только на нем качаю, да, именно вот бицепсы, бедра, и все. Другие упражнения я на нем не делаю, то есть, у них смысла нет на этом упражнении какие-то делать упражнения, которые там химики делают, да, и так далее, вот такие вот слабаки, то есть, мне незачем, я не вижу в этом смысла, да, там какие-то упражнения они делают, да, то есть, я считаю, от этого толку мало, да, ну, которые на этом упражнении, на этом тренажере можно какие-то упражнения еще делать, только у меня для бицепса бедра, и даже не для жима я жим не делаю вообще, то есть, у меня хватает брусьев, да, еще могу отжимания сделать, что еще-то, ну, 30 я тоже не качаю, да, именно изоляционно, он у меня включен, по-любому включается в брусь, на брусьях, да, отжимания включаются, то есть, вот он там неплохо нагрузку получает, так что изоляцию я не делаю, что касается 30, хотя если был бы тренажер, да, вот в блоке, да, бывает там упражнение, да, на блоке, да, для 30 изоляционного, да, в принципе, не знаю, положительно, как во мне это положительно, такое безобидное положительное упражнение, которое я когда-то делал, да, и в принципе, если был бы такой тренажер, то можно было бы, а так, прям специально, намеренно я не качаю 30. ноги, да, бывают выпады, там, и другие упражнения на ноги, которые я вам показывал, да, тоже в своих упражнениях, в своих, короче, видеороликах, да, я думаю, не стоит, ну, я не снимал их, потому что они у меня есть, уже на видео записаны, да, запечатлены эти упражнения, бывает их тоже, ну, у меня, короче, full body, вы понимаете, да, каждый тренировок full body, и мне это нравится, я считаю, нужно натуралу действительно так тренироваться, но опять же, да, тоже как-то сами выбирайте, да, какие вам упражнения нравятся, а так навязывать, кому-то что-то говорить, я считаю, это не очень, да, вы сами должны какие-то упражнения выбирать, все, в принципе, особое настроение нету записывать видеоролик, просто начал уже монтировать, думаю, надо закончить уже, что еще про флагманы, пока про флагманы ничего не могу сказать, ну, тоже появилась, да, там, на флагмане S22 Ultra, на другом уже S22 Ultra, тоже как на вот зеленом, такие вот коцики, да, царапины, ну, опять же, проверено уже мною, что это рамка надежная, металлическая, ну, вот, возможно, это краска просто уже, видать, я тоже где-то задел сильно, да, и краска, видать, либо краска, либо что, в общем, немного такая вмятина осталась, ну, все-таки металлическая рама, она надежная, так что говорить, что она ненадежная, вот, какие-то потертости есть, царапины, да, в принципе, я считаю, это не к месту. Хорошая рамка, надежная, то есть, оно падало у меня с метра где-то на кафель, и, слава богу, все цело, то есть, самое главное, это целые стекла, что сзади стекло телефона, что спереди, да, ну, конечно, там что-то и останется, да, такого удара, но имеется в виду в рамке, да, ну, это доказывает то, что металлическая рамка, это может быть относительно, может не относительно, но надежная, да, был бы, наверное, пластик, он уже сломался бы, лопнул просто от удара. Ах, не знаю, что сказать, вообще мысли есть у меня, конечно, ну, вот, тоже под одном видео, да, вот, я не знаю, то ли мы с Владимиром, когда записывали, да, видео, то ли, когда он сам, да, записывал видео, у меня есть на канала, да, его авторские видеоролики, и, ну, вот, говорил же, да, про то, что там, вот, типа, у меня не хочется заниматься бодибилдингом, там, я, говорю, пью, бухаю, а мне это, в принципе, нормально, то есть, я так подумал тоже, да, 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 зачем нам нагружен вообще качаться, да, вот, тоже так подумал, в принципе, может, я бред нес, да, вот, раньше, зачем вам реально качаться, да, когда ты знаешь, что ты никто ничто, когда ты некрасивый, да, лицом, мне надо, потому что я красавец, мне нужно и не только, да, лицо свое красивое, да, как-то стараться поддерживать, да, я на таком же уровне, да, то есть красиво, но и также, что касается тела, да, ну, а вам, в принципе, да, я с тобой согласен, тоже так поразмышлял, зачем вам нагружен качаться, действительно, в принципе, с чем это делать, тоже, да, я принял, вот, вот, насчет этого я с тобой согласен, насчет этого я с тобой согласен, чего касается еще, ну, вот, мы же видим, да, как некоторые хотят, а многорожие, значит, думая, ну, они, разумеется, не знают то, что они многорожие, да, многолицые, тоже, как вот Путин, как Назарбаев, ну, как Путин, к примеру, да, вот, хочет остаться в истории якобы, типа, там, хочет кого-то захватить, там, защитить и так далее, но это все идет от переоценки себя, то есть человек многорожий, да, многолицый, это раз, выдающихся таланта нету, это два, все, уже никто и ничто, то есть время это покажет, разумеется, его забудут, да, так же, как и забывают уже Назарбаева, то есть, ну, нашего экс-президента, да, кто не знает, тоже понаставил себе памятников, там, переименовал, там, улицы, города, то есть то же самое, да, он многорожий и нету выдающихся таланта, то есть человек уже не останется, по-любому здесь в истории, ну, опять же, да, я, мало быть красивым, нужно еще что-то уметь делать, да, то, что будет отличать тебя от других особенно, какую-то особенность нужно, ну, если пусть даже ты многолицый, у тебя должно быть какое-то, ну, особенное, либо харизма, либо талант какой-нибудь, да, вот, либо вообще выдающийся талант, что-то особенное должно быть, а так-то мы все талантливые, в принципе, я тоже могу много чего делать, там, играть на фортепиано, на дамбре, там, на гитаре и так далее, то есть даже петь могу, в принципе, если это развивать все, да, мы так все талантливые, ты тоже талантливый в чем-то, но одного таланта это мало, то есть нужен либо особенный талант, если ты многолицый, либо выдающийся талант, как у Брюса Ли, да, там, либо ты должен быть красивым, но с этим, с этой красотой, да, либо девушка, либо парень, должно быть еще какой-то, не просто талант, какой-то особенный талант, либо вообще выдающийся талант, чтобы тебя вообще запомнили. Лицо красивое что дает, да, если она запоминается всегда, но мало быть красивым или красавицей, нужно еще какой-то особенный талант, либо выдающийся талант, а так мы все талантливые, в принципе, так что ничего тут сверхъестественного нету. Такие вот дела, ну и к чему еще перейдем, значит. Ну еще, в принципе, можно высказаться про то, что вот некоторые люди, да, которые в отношениях там уже семью создают, да, думают вообще, ну как бы смотрят свысока на одиноких людей, да. Это тоже не есть хорошо. Ну у меня тут, разумеется, да, какой-то свой ответ есть. Ну если тебе нравится долбить, да, к примеру, человека, как, ну к примеру, если мы парни рассказываем, да, друг другу, то есть, ну к примеру, вот, если тебе нравится, конечно, долбить, да, такой вот, вот я просто со стороны смотрю, какие, да, вот у них пары, там, семья. Ну если тебе нравится такую жену долбить, да, или девушку, которая многолицая, да, если вот побрей ее, да, на лосы, это будет просто вылитый парень. Если тебе нравится, как бы, то это твои, да, вот твой вкус. То есть я же твой вкус не лезу, я же тебе не говорю, не подхожу же там, типа, вот так и так. Почему-то вот такие вот пары, ну, смотрят свысока на одиноких людей. То есть здесь не так просто, да, если углубиться в это, я же говорю, если все это начать выяснять, как я выясняю, да, то не все так просто. Ну люди этого не знают особо, у них инстинкт животного, животное, да, они этого как-то, ну, не задумываются об этом, ну потому что они не знают вот этого, да, они не родились там красивыми, да, как с какой-то отличительной, да, вот внешностью, от толпы. Они это не знают, если бы они такие родились бы, да, красивыми, то они бы, можем, и задумывались. А так это многолицы, да, серая масса, в принципе, с инстинктом животных. Ну это имеет место быть, как бы, но все равно, если вот так задуматься, то не все так просто. Так что не надо себя как-то возвышать. Вот это все, говорю же, вот это Путин, Азарбаев и тому подобное, да, вот, не люди, да, это все от переоценки себя. Абсолютно люди ошибочно думают о себе, завышают оценку, да, про себя, то есть неважно, какой человек статус занимает. Это, по сути, никто и ничто. Я говорю же, вот, если не будет таких параметров, да, которые я перечислил. И, в принципе, вот, тоже можно об этом поговорить. Ну вот, Путин тут не прав, но это по-любому, да, не прав. Почему, да, не только он, но те, кто остаются на второй срок, да. А они там уже и по несколько сроков, да, там даже можно и пальцев на руках не хватит, да, сколько они там сроков просидели. Но почему он не прав? По-любому это потому, что он остался на второй срок. О чем это говорит? О том, что человек уже возвышает себя перед другими кандидатами, которые были в президенты. То есть он думает, что он важнее, да, и вот все, другие не должны. Ну, то есть прийти давать на пост президента. То есть только он должен. Это уже высокомерие, да, и, разумеется, переоценка самого себя. Кто-то, да, вот, заканчивает плохо, да. Скорее всего, Путин закончит этим плохо. То есть это та иллюзия, в которую он поверил. То есть это та переоценка, в которую он поверил. И это наглядный пример, да, того, что не нужно себя переоценивать. Кто-то об этом знает, кто-то об этом нет, да. Но опять же, знать надо только вот то, что я перечислил, да. Если нет таких талантов, нету красоты, то, извини, ты простой, обычный, да, человек независимый от статуса, просто ходячая забытая земля, уже при жизни ходячая забытая земля. Я, кстати, был на кладбище, ну, куда отвозил там людей, да, попросили меня поехать, и смотрю, вот, там памятник стоит, да, 80-го года, 1980-го года, да, человек умер. Чья-то мать, может, чей-то отец, там, 80-й, 85-й, да. И смотрю на памятники, да, там, 2010-го, да, 2015-го, вот те, которые 2010-го, 2015-го, да, вот это надгробие, да, которые, ну, вот эти памятники, да, вот ограда сама, да, вот это из кирпичей, там, из металла и так далее, они более-менее еще смотрятся как бы более-менее живы, да, но имеется в виду вот состояние хорошее более-менее, там, вот это ограда надгробия, да, вот это над, это памятник сам. А вот смотришь, да, на 80-е, когда 85-е, вот это уже надгробие уже, ну, реально никому не нужно, да, я вам уже объяснял, да, то есть мы знаем только, дай бог, дедушек, да, уже прадедушек, к сожалению, они нам уже не нужны, да, и никто вряд ли, ну, из вас, да, ходил там на, искал могилу своего прадедушку, да, там, чистил эту могилу, там, заново менял вот это надгробие, да, вот памятник сам, вот это, ограду еще делал, то есть о чем это говорит? То есть мы, ну, вот такие вот люди, да, у которых нету, да, вот то, что я перечислил, это обычная ходячая забытая земля, то же самое и здесь, вот, к примеру, это всех коснется, да, ну, имеется в виду тех, которые не имеют тех талантов, да, ту красоту, ну, которую я сказал. И вот смотришь на 80-е, 85-е год, в котором люди умерли, да, и там кирпичи валяются, вот это металл сжавеет уже, да, там вот это на памятнике надпись, где он там жил, когда родился, когда умер, да, вот все уже стирается, то есть никому это уже не нужно. Дай бог, если, да, вот, ну, к примеру, у тебя дети, да, вот ты умер, к примеру, дети твои будут как-то тебя посещать, да, твой памятник, как-то все это чистить, да, там ухаживать, потом, разумеется, дай бог, если ты там как-то следил за своими внуками, они будут приходить, ну, и все, дальше уже, извини, как-то. Ну, редко, я не знаю еще таких случаев, что человек приходил к прадедушке, да, и как-то ухаживал за его могилкой, да, к примеру. Так что нужно быть проще, просто нужно быть простыми людьми, не надо на себя, да, много переоценивать себя, да, много брать на себя. То же самое и с памятниками, вот, с памятниками, которые Назарбаев себе, да, вот, поставил. Кто будет за ним потом следить, да, кто будет обновлять их, кто будет за ними ухаживать. У человека нету выдаивших таланта, нету, разумеется, красивого лица, да, чтобы как-то запомниться людям. Люди себя, к сожалению, переоценивают, да, и не хотят быть наравне со всеми, как и вот, когда остаются на второй срок, да, то есть сразу президент, который осидевший один срок, уже баллотируется на второй срок, да, который хочет остаться, или остается уже на второй срок, он уже не считает себя равным со всеми. Это уже высокомерие, ну и, к сожалению, от этого все жиробесие и происходит. Все, ребят, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин